26 февраля защитил кандидатскую диссертацию самый молодой ученый Казанского федерального университета Михаил Ягофаров. В июле 2019 года он получил диплом выпускника Казанского федерального университета, а затем стал аспирантом первого года обучения Химического института имени Бутлера ВКФУ и уже в свои 22 года стал кандидатом наук. Ученую степень присудили по единогласному решению диссертационного совета Института органической и физической химии имени Александра Арбузова. Михаил Ягофаров стал самым молодым кандидатом наук в Российской Федерации. Тема его диссертации – соотношение между энтальпиями плавления и растворением ароматических соединений и температурная зависимость энтальпии плавления. Она посвящена одному из фундаментальных вопросов химической термодинамики. «Подготовка моя была, несмотря на то, что я молод, она была на самом деле вполне нормальной длины. Я с 13 лет на кафедре физической химии занимаюсь олимпиадами, соответственно, с 13 до 22 лет прошло 9 лет. Это точно те же 9 лет, которые проводит любой студент. 5 лет специалитета и 4 года аспирантуры». Научный руководитель молодого ученого, заведующий кафедрой физической химии Химическом института имени Бутлерова Казанского федерального университета Борис Соломонов С Михаилом Ягофаровым они работают уже много лет, ведь еще школьником будущий кандидат наук в 13 лет пришел на кафедру. Уже тогда Борис Соломонов готовил молодого ученого к школьным олимпиадам, и вместе они добивались больших результатов. Михаил Ягофаров, будучи школьником, стал трехкратным победителем Всероссийской олимпиады и серебряным медалистом Международной олимпиады по химии. В течение трех лет выступал за химический институт имени Бутлера ВКФУ на Международной олимпиаде студентов в Иране. Получил бронзовую и серебряную медали в школьные годы и золотую медаль уже студентам первого курса. «Я готовил длительное время школьников к олимпиадам, и они тоже повторяли мои успехи. Одна ученица стала абсолютным победителем Всероссийской олимпиады тоже». Михаил Ягофаров окончив 131-ю физико-математические лицей на золотую медаль. «Это лицей с историей, он известен в Казани. Несмотря на то, что уклон у него физико-математический, успехи в последнее время, вправо, самые большие успехи в лицее были действительно у химиков. Четыре года после меня из лицея еще ездили на Международную олимпиаду по химии ребята. Так что там большие традиции преподавания химии». По материалам его диссертации опубликовано 12 статей в ведущих зарубежных журналах по химической термодинамике. В десяти из них Михаил Ягофаров является первым автором. «Я буду продолжать делать то, что делал в рамках своей кандидатской. Исследование фундаментального характера термодинамика, фазовых переходов. Мне бы очень хотелось расширить то, что было сделано вместе с теми, с кем я сейчас работаю. Вместе с Дмитрием Балматенковым, вместе с Тимуром Валяхметовым, вместе с Андреем Соколовым, ну и, конечно, вместе с Борисом Николаевичем». Диана Жилинкова, Фарид Захид Углы, Универ Ньюс.